и так удивительная вещь закон о прокаженных невероятно и почему мы можем утверждать что с гигиенической точки зрения чистота лишена всякого смысла потому что тоже самый прокаженный вдруг невероятным образом при наличии болезни становился каким только же был нечестным тут приходит священник и да кстати хотел сказать так посмотрел внимательно этот чистый так подожди можешь прокаженный не имеет значения бог сказал чист он удовлетворяет божественным условиям и поэтому он чистый и это очень важный момент в понимании смысла чистоты понятно чистота это то что определяет бог он называет что-то чистым а что-то он называет нечистым и итак один и тот же предмет он может быть чистым а может быть нечистым для чистоты для достижения чистоты в израиль был было место при котором возможно было достижение чистоты какое-то место жертвы жертвы и когда храм перестал существовать и жертвы не перестал существовать источник чистоты для верующих евдеев нужно было храмовое служение нужно было храмовое служение нужно были жертвы при этом отсутствие не получалось достигнуть чистоты некоторые люди некоторые люди ожидая скорого восстановления храма хранили пепел рожители совершали обряды очищение и перестали есть мясо почему не перестали есть мясо мясо если не принесены были в жертву первенцы скота все мясо было нечистым тогда пришли другие сказали послушайте ребята овощи кстати тоже можете не есть и если не принесены первые плоды не принесена десятина и заодно говорит воду тоже можете не пить что если вас не возливалась на сукот тоже нечист поэтому все законы кашрута на сегодняшний день это профанация идеи с точки зрения понятия чистоты синайского закона вот так за все причем слава богу в этом случае не понял за что а до этого было что нельзя я не советую вам завтрашнего дня начинать есть свинину или сегодняшнего не торопитесь разберитесь вопросе вашего питания вашего питания я не сказал ни одного ни другого я не сказал что уже пора начинать есть свинину но я не сказал что этого нельзя делать я не об этом сейчас говорил я сейчас говорил только о понятии чистоты потому что я могу задать коварный вопрос хотите ну давайте один маленький чтобы давайте давайте чтобы в следующий раз запомнили чего кушать чего нет скажите мне пожалуйста обязан ли обязан ли верующий нового завета соблюдать законы чистоты да 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 или какое или какое а то есть не вообще может делать сижу хочет а я сказал ну хорошо давайте законы кашрута они нет эти эти законы кашрута гравинистического а с точки зрения синайского закона гравинистический кашрут вообще не взлетает ну да меня интересует обязаны ли новозаветний верующий соблюдать законы кашута это вопрос в том что делает тебя чистым или нечистым угу то есть если ты соблюдаешь закон кашрута то ты опираешься на то что через это ты получаешь определенную чистоту и избавляешься определенных нечистоты нет меня интересует должен ли ты хранить себя в чистоте следовательно если наше если скажем так мы получаем чистоту не через исполнение как если важно ритуальный закон то это не является обязательным то есть единственное источник чистоты для нас это кровь и шоу итак чистое и непорочное благочастие перед Богом и Отцом есть чтобы презирать сирот и вдох в скорбях их и хранить себя не оскверненными от мира извините меня а идет речь о чистоте о принципе идет речь о принципе чистоты и мы должны достигать чистоты и мы говорили с вами о том что есть разница между чистотой очищением и освещением говорили ок немножко с чистотой разобрались то есть то что нас интересовало в данном вопросе грех чистота и соответственно не чистота да грех нас интересовал в понятии творец цель творения ответственность потом у нас было следующее понятие которое мы разбирали какое чистота а следующую чистота святость и мы разбирали с вами чем отличается чистота от святости да чистота это что Бог определяет чистота вся вся наша ответственность чистота только что повторяли долго первую всю эту самую повторяли что такое очищает Бог мы говорили что когда мы говорим о чистоте то наша ответственность что сделать прийти к Богу чтобы нам очистили Иакова 1.27 наша ответственность прийти да а он тогда нас очистит святость это наша ответственность отделиться хранить себя неоскверненным и руаха кодыш поможет нам справиться если мы себя отделим есть такое грех чистота святость пока мы в общем то здесь находились потом мы немножко говорили о чем прощение спасибо потом мы говорили о прощении и мы говорили нечто о прощении и сейчас мы продолжим опять таки прощение 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 нас интересовало и мы начали разбирать прощение в плоскости отношений между человеком и человеком в горизонтальной плоскости стоит ли нам приходить к Богу если у нас в горизонтальной плоскости не все в порядке с прощением но мы помним что мы находимся еще между Рош-Хашиной и Йом-Кипуром да мы находимся между Рош-Хашиной и Йом-Кипуром мы смотрим на эти все понятия еще в разрезе осенних еврейских праздников да и мы находимся сейчас в тех днях которые называются дни трепета не буквально сейчас буквально сейчас в контексте того с чего мы начали как я постепенно продвигаюсь да это еще дни трепета и здесь мы говорим послушайте в дни трепета это та часть которую люди должны были делать ходить друг к другу просить прощения и примиряться да и мы говорили о том что хорошая штука есть ли у нас основание в Танахе такому поведению примиряться друг к другу да например ну хотя бы не делать ближнего того чего вы желаете потом скажем если даже вот сами законы значит если закон о каком-то материальном ущербе я рассматриваю там ясно видна идея что если ущерб причинен то ты обязан восстановить все еще раз законы даны кому кому судье законы даны человеку чтобы он их исполнял а когда он их не исполняет добро пожаловать кому судье отлично прощение здесь какую часть играет если люди нашли мир между собой тогда судей дело не доходит если мы нашли мир между собой это еще говорит о том что я простил вспоминаем я дал деньги мне не вернули вы пришли ко мне я вам не дал В какой части здесь закон, в какой части здесь судья, в какой части мое примирение, у меня там все нормально, я примирился? Как нет? Никаких претензий, я деньги не требую. К суде не пошли, судья не пришел, я примирился, сказал все, благословляю, денег не надо, ничего не требую. На седьмом году мы говорили, все это хорошо, еще раз, мы спросили в Танахе, мы спросили отказ от части права требовать, но, когда мы говорили о библейском прощении, мы говорили, не поступать с другим или с тем же самым человеком, основываясь на предыдущих событиях или предыдущем опыте. В какой части здесь появился судья? Судья появился тогда, когда возникает род человек, который приходит от должедения, то вы оказываетесь. А как он может меня принудить? Так нет, судья в этом случае, судья выступает Бог. Я прошу прощения, а в этом случае? Вы же пользуетесь подменной понятий. Вы становитесь судью. Еще раз. Вы пользуетесь подменной понятий. Мы говорили здесь о суде в виде Бога? Человека. Это вопрос. Я сам судья, а твои мужики? Нет. Мы говорили о конкретном судебном разбирательстве. Мы говорили, что закон дан прежде всего для людей. Во вторую очередь, он служит руководством действия для кого? Судей. Если я не договорился с человеком, то и появляется судья. Я правильно понимаю? Судья Бог, он присутствует всегда и во всем. И если мы говорим о нем, как о судье, ну тогда правильный ответ. Иисус. Мы о каком судье говорим? Где здесь в наших взаимоотношениях может появиться судья? То есть третий человек. Когда они договорились. Третий человек, это если вы меня простили, вам подходит другой, просит, и вы уже, у вас аргументы на тех случаях, которые произошли, вы уже не даете эти деньги. То он может пойти к судье? Нет, вы становитесь судьей. Я не стал судьей, мои хорошие. Да вы требуете отдать деньги. Нет. Каша вообще. Тогда кто судье может быть? На каком моменте нужен судья? Ну в этом случае, ну понятно, что судья нигде не появляется. Здесь не надо судить. Он не нужен. Я же еще раз. Послушайте, мои хорошие, внимательно. Все, закончили обсуждение? Хорошо. Давайте еще раз. Закон был дан народу. Закон был дан народу как руководство действия для каждого человека. Бог сказал, что он будет лично управлять своим народом. Как он это сделал? Этот период в жизни Израиля называется как? Период судей. Как он? Посредством чего он управлял народом? Еще чуть-чуть? Еще чуть-чуть? Как назван этот период в жизни Израиля? Судей. Спасибо большое. Все-таки этот период называется период судей. И управлял он при помощи судей. Для чего нужен был судья? Когда два человека или большее количество не могли прийти к консенсусу в своем понимании закона. Или один человек ущемил другого человека или группу лиц в их правах в соответствии с законом. Тогда ущемленные могли обратиться к кому? К судье. К судье. Большое спасибо. Итак, прощение. В вопросе прощения где-то появлялся судья. Мог появиться в том случае, если при наступлении дня прощения кто-то не прощал, кто-то начинал требовать, приходил к судье. И судья тогда ему говорил, извини, дружок, ты зря сюда пришел. Тебе ничего не положено. Вопиющий случай в истории Израиля, которым долго достаточно муссируется до сегодняшнего дня, закон о прозболе. Закон о прозболе. Один из очень ярких законов. Этот закон о прозболе, прозбуль, некоторые называют прозбол, прозбуль. С произношением некоторых слов на русском языке существует. Разночтение. Закон о прозболе был принят еще во времена второго храма, когда второй храм стоял. На тот период времени Сангидрин, Синедрион, принял закон, отменяющий заповедь Божью. Закон о прозболе упразднял год Шмидты. Понятно, да? Формально человек не требовал с должника деньги, но он мог передать свои права Сангидрину. Он говорит, я, собственно говоря, тебя простил. Это он с тебя получит. Понятно, да? Ну, вообще наглость невероятного масштаба. Собраться и отменить божественную заповедь. Но на тот период времени евреи слегка обнаглели, таки-таки сделали это. Есть такой закон, достаточно легко найти, если набрать в интернете. Там много дискуссий по этому поводу до сегодняшнего дня. Некоторые объясняют, что, ну, просто такая ситуация была. Надо же было как-то жить, решать какие-то вопросы. Поэтому мы немножко модернизировали, в общем-то. С учетом сложившейся ситуации в Израиле. Итак, прощение. Мне предписывалось по закону прощать. И прощение предполагало отказ от части своих прав. Отказ от требований возмещения. И мы говорили, что другой человек при этом не лишался своего права отдать. Право отдать у него было. У меня не было права требовать. Здесь все понятно? И мы говорили о том, что, в общем-то, прощение – достаточно сложный процесс. Потому что он не связан, как многие думают, с эмоциями. И мое прощение не связано с моими эмоциями. Мое прощение связано, прежде всего, с моим решением и моими поступками. Не только решением, но и поступками. Потому что свое решение должен реализовать. И если я решил, но не реализовал, извините, о прощении речь не идет. Не только с моим решением, но и с моими поступками. Итак, мое прощение связано с моими поступками. И мы говорим о том, что мои поступки, они могут показывать о моем непрощении, когда я проецирую какие-то события, произошедшие у меня с каким-то человеком на всех других людей. И что говорит нам о непрощении именно того человека, которому я якобы простил и от которого я не требую. И мы говорили о том, что это у нас называется житейский опыт, житейская мудрость. Но это не совсем то. Мудрость в том, чтобы давать тем, кому нужно действительно давать, помогать тем, кому нужно помогать, а не давать всем подряд, неимущим, которые не относятся к определенным категориям, которые не соответствуют определенным требованиям. И при том, что мы даем, мы сами должны произвести в своей душе некоторые вещи, которые позволят нам правильно дать. Здесь все понятно? С прощением все понятно? Все стало на свои места? Итак, прощение или непрощение – это внутреннее состояние человека. Прощение или непрощение – это внутреннее состояние человека. Иногда невозможно внешнему человеку определить эти вещи. Тем более судье. Я не могу дать, и что дальше? Как вы проверите, могу я или не могу? Так у тебя есть деньги в кармане. О, брат, это предназначается вот для того. Не могу. Это подарок моей маме. Понятно, о чем я говорю? Да. То есть человек для себя может сам всегда объяснить, рассказать, почему он освобождается от каких-то вещей. На самом деле движет им непрощение, но внешне будет объяснение всегда разумно, логично и подобрано в соответствии со всеми правилами закона Божьего. Дай денег. Ну, как не могу. Мне надо на кусок хлеба. Послушай, моей маме надо на кусок хлеба. Кому я должен дать в первую очередь? Маме или тебе? Маме. Поэтому я свободен. Извини, могу помолиться, благословить. Понятно, да? То есть мы сами для себя можем определиться. Но главное, чтобы наши поступки не диктовались непрощением. То есть объяснение в сторонку отодвинем, посмотрим на то, действительно, чем мотивируются наши поступки. В какой части может появиться судья? Есть какая-то часть? Есть, нет? Нет. Понятно, да? Окей. Итак. Прощение. Очень тонкий вопрос. И Всевышний каким-то странным образом желает, чтобы между людьми царила... Не знаю. Чтобы любовь. Это мы тоже знаем. Прощение. Очень интересный вопрос, который можно себе задать. Препятствует ли непрощение моим взаимоотношениям с Богом? Откуда мы можем это знать? Иов 42.8 Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и придите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за это, за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Другими словами, Бог говорит людям, пойдите и примиритесь с Иовом, потому что если вы не примиритесь с ним, то я приму вас. Понятно? И он говорит, не то, что вы говорили совсем уж так неверно, он говорит, не так верно, как раб мой Иов. И видно было, что проблема заключалась в том, что Иова их слова обидели? Нет? Не обижали их слова Иова? Нет, нет, нет. Их слова Иова обижали? Да. Вот. Я хотел узнать. И после этого Бог просит их, чтобы они пошли к Иову, и Иов помолился за них. Кстати, после этой молитвы кое-что через некоторое время в обстоятельствах Иова изменилось. то есть не только в обстоятельствах жизни этих людей что-то изменилось, но и у самого Иова что-то изменилось. После того, как он простил. После того, как он простил. В Матвея 23 главе, в 5 главе 23-24 стих, Матвея 5, 23-24 написано, «Итак, если принесешь дар твой к жертвеннику, и там...» Я прошу прощения. Я вам не мешаю? «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, пойди прежде, примирись с братом твоим, тогда приходи и принеси дар твой». Говорится ли здесь о том, что принесение жертвы, если не решены проблемы между братьями, бесполезно? Говорится о каком времени? О времени действия какого закона? О времени действия какого закона? Нового или какого-то другого? Синайский. А говорится в каком завете? В Новом или Ветхом? В Новом завете. И что он говорит? «Если ты принесешь дар твой куда? К жертвеннику». О чем он говорит? В Синайском завете? Да. И он говорит очень четко, основываясь на Синайском завете, он говорит, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и вспомнишь по дороге, ты не помнил, но вспомнишь, то оставь, пойди, примирись, а потом приходи». Понятно, да? Созвучно с тем, что было у Ио. Ну и классика. Прости нам, долги наши, как и мы прощаем, должникам нашим. Итак, мы видим странные требования Всевышнего к человеку. Странные требования Всевышнего к человеку. Мы говорили о том, что справедливо ли прощение? Мы имеем на это право, но прощая, мы отказываемся от своих законных прав. Это не то, что нам, ну как бы, не принадлежало, это не то, на что мы не имеем права. Это наши законные права. Но прощая, мы лишаем себя законных наших прав. И это справедливо. Несправедливо. И непонятно иногда для человека, почему Всевышний предъявляет к нам именно такие высокие требования. Когда Он говорит к нам, послушайте, я хочу, чтобы вы были несправедливыми, но вы были милующими. Почему? Боже, но я хочу, чтобы вы со мной поступали справедливо. Я хочу, чтобы люди по отношению ко мне были какими? Справедливыми. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Ну, классика жанра, да? Но только не по отношению ко мне. Хотим ли мы по отношению к себе справедливости? Не хотим. Мы просим о милости. И поэтому Всевышний говорит нам, послушайте, я вам что-то расскажу. Матвея 18-я глава с 23-го по 33-й стих. Матвея 18-я с 23-й по 33-й Посему царство небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своим. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Когда раб тут попал, тогда раб тут пал и кланялся, говорил ему, государь, потерпи на мне, ибо все тебе заплачу. Государь милосердився над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот выйдя, пришел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря, отдай, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его и умолял его, и говорил, потерпи на мне, я все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Товарищи, увидев пришедшее, очень угорчились, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит, злой раб, весь дух тот я простил тебе, поэтому, что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твою, как я помиловал тебя? Итак, что нас будет интересовать в этой истории? Некоторые нюансы. Скажите мне, пожалуйста, кто-то знает величину долго? Десять тысяч талантов. Хороший аргумент? Еще какие-то? Хорошая цифра, хорошая. Но вообще насколько это большая цифра? может ли один человек, задолжавший другому человеку вернуть этот долг в несколько миллионов долларов? Почему не может? Это возможная ситуация? Нормально. Вы знаете, сколько сколько был бюджет Израиля в одни Соломона? Очень большое это? Там золото несколько тонн только в год приходило. 800 тонн золота 800 тонн золота? Угу. Налоговая часть. Бюджет. Бюджет. серебра должен серебра серебра все равно это очень много товарищей. Это 10 тысяч? Угу. 26 килограмм серебра один. Там серебра получается 26 тысяч 26 тонн серебра короче. Бюджеты страны надо считать. Зачем вам считать на наши? Послушайте. Послушайте. Скажите мне пожалуйста. Вы понимаете что такое тысяча американских долларов? Это много или мало? о бюджет Израиле. Идет вопрос о бюджетировании страны. Когда парень приходит и говорит послушай я тебе задолжал бюджет страны за 12 лет. Ну это не привязано к цифре правда? Но я задолжал тебе бюджет Америки за 12 лет. Потерпи я тебе отдам. Это к долларам как-то привязано? Зачем? Вы знаете у меня много такого в Библии Нет еще раз Меня не интересовали параллели Меня не интересовали Сколько? 800 талантов 800 талантов А 10 тысяч талантов это сколько? Это 12 бюджетов страны А я же написал Какой Рим? Это Рим вы начали читать Про Рим начали читать вы а я про Соломона И что из этого следует? Дело в том что бюджет Соломонова царства это очень интересный бюджет Знаете почему интересен бюджет Соломонова царства? Потому что он был самым богатым в мире потому что у этого парня был такой финансовый успех которого нету ни в одной стране мира и никогда не было и не снилось в царстве Соломона серебро почиталось за ничто скажите мне пожалуйста в каком государстве серебро почиталось за ничто назовите мне в каком государстве в каком веке серебро почиталось за ничто где такое было в каком государстве бюджет был такой что серебро благополучие этой страны серебро почиталось за ничто а бюджет страны был 800 талантов это были огромные деньги но мы себе даже не представляем что такой был храм Соломона что такое был храм Соломона сколько в нем было золота да это что это цифра тонны а сколько тонн сотни тонн фантастика ты знаешь а вы знаете сколько а вы знаете сколько было давайте тогда мы договоримся таким образом либо мы знаем и говорим либо мы не знаем и не говорим я понял вам эта цифра нравится там где-то вот найдите сказал царь Давид всему собранию Соломон сын я бываю вообще строгим и сказал царь своему собранию Соломон сын мой которого одного избрал бог молод и малосилен а дело сие велико потому что не для человека здание сие а для господа бога всеми силами я заготовил для дома бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных и мед для медных железо для железных и дерева для деревянных камни оникса камни вставные камни красивые и разноцветные и всякие дорогие камни и множество мрамора все было готово все было готово для строительства храма после чего Давид говорит еще по любимой к дому бога моего у меня есть сокровище собственное из золота и серебра и его я отдаю для дома бога моего сверх всего что заготовил я для своего дома 3000 талантов золота 26 килограмм оно умножьте как умножьте как 26 на 3000 26 умножить на 3000 мы сейчас о чем говорим давайте определимся о чем мы сейчас говорим мы все говорим о Давиде который жертвует на храм а вы о чем я понял извините мы о разных вещах говорим ничего 78 тонн после чего Давид решил спросить еще а еще кто-то хочет пожертвовать а да и были еще пацаны которые захотели и дали еще 5000 талантов и дали еще 5000 норм нормально и еще 130 это все в тонах золота поэтому в общем-то там золотом сложилось все да это не считая серебра это любопытные вещи итак огромные суммы огромные суммы мог ли этот человек отдать безусловно нет и бог и бог показывает нам пример и говорит послушайте вы подобны тому человеку который никогда рассчитаться не сможет теперь перерыв